всем привет друзья вы на канале битрая и так сегодняшний видос я снимаю на телефон фронтальную камеру надеюсь будет качество нормально но звук должен быть по крайней мере на высоте это все таки iphone но да ладно и так сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами про тру мотоциклистов ну скажем так тру мотоциклистов и всякие там текшены контролей а б с и тому подобное есть мнение вот есть ну как бы есть просто тип людей я не осуждаю этих людей это ихнее мнение я его уважаю как бы не хочу этим видосом никого скажем так обидеть просто у меня есть свое мнение я поэтому сейчас снимаем этот видос есть мнение у людей что вот абс и трекшены это все от лукавого и поэтому то есть нужно нужно как бы контролировать мотоцикл именно вот самому чувствовать мотоцикл тому ну в общем управлять мотоциклом а все эти трекшены а б с и они только вроде как ну уменьшают кайф от езды вроде как на мотоцикле ну это опять же такое мнение поэтому человек хочет скажем так просто иметь полный контроль над всеми системами мотоцикла скажем так да я скажем не фанат такого подхода у меня свое мнение на этот счет поэтому я сейчас вам попытаюсь попытаюсь обосновать скажем на моем мотоцикле на моих он не себе r650 19-го года присутствует задний передний абс и естественно трекшен контроль все больше там никаких ассистентов вообще нету но скажем так вот представим ситуацию просто чисто гипотетически такой мысленный эксперимент проведем скажем я съеду своей хонде с абресами трекшеном и едет рядом со мной скажем человек который полностью контролирует свой мотоцикл без абреса летом жаркую погоду когда тепло когда есть хороший зацепу резины в принципе мы едем плюс-минус в одинаковых условиях потому что когда я еду летом абрес практически не срабатывает ну когда нормальная теплая погода то есть я за все время там ну абрес у меня ни разу не включал то есть достаточно зацепа чтобы вполне комфортно тормаживаться ездить на на вменяемых скоростях опять же ребята то есть мы в разных равных условиях но стоит пойти дождику дождику да как я допустим на своем мотоцикле особенно задние тормозы как мы там притормаживаешь слегка просто то мгновенно включается абрес и ты чувствуешь что он есть и он работает или скажем около нулевые температуры та же самая история то есть абрес включается мгновенно или когда вы резко где-то выезжаете с перекресткой и допустим едет машина какая-то вы ее поздно заметили вы разрезка так просто резко по инерции нажали на тормоз там задний или передний у вас есть шанс не упасть там тыкнулась и все на мотоцикле без этих помощников вспомогательных такого не прокатит из чего следует из чего следует что вот люди с таким с таким подходом что мотоциклом надо управлять абреса от лукавого они просто в дождь не выезжают они себя ограничивают везде они едут только в основном когда сухо когда все хорошо когда когда безопасность более-менее нормальная как только выше пошел дождик все я не поеду дождь почему потому что нет абреса о каком контроле тогда может идти речь то есть получается что ты не можешь контролировать мотоцикл поэтому ты лишний раз не поедешь или скажем ты едешь где-то в пути все солнечно все замечательно и просто пошел дождь что для тебя все поездка закончилась ты остановишься и будешь ждать когда дождь кончится а был бы у тебя абрес ты бы потихоньку но поехал бы дальше и все грубо говоря поэтому абрес это адски важная вещь даже сейчас по немецкому законодательству я не помню сейчас какого года но уже несколько лет то есть продавать мотоциклы в германии без абресов нельзя то есть все мотоциклы купленные в германии допустим в салоне вот современный они обязаны иметь абрес то есть это как бы сейчас вообще ну это по-моему даже по европе действует поэтому с одной стороны вроде как я понимаю этих людей что вроде когда хочется контролировать но с другой стороны как только возникает и условия не подходящие для езды ты просто не едешь поэтому о каком контроле идет и можно и может идти речь не знаю я на своем ездил вот в этом сезоне я и в дождь ездил и в ливень ездил и нормально ездил то есть как бы ни в чем себя не ограничивал резина у меня стоит дефолтная про резину я поговорю с вами потом отдельно сделаю видос на эту тему потому что есть мнение что резина дефолтная с не помню как называется дан лоб по моему какая марку точно сейчас не помню что она якобы на honda адски плохая и поэтому в общем но это тема отдельно видосы я потом подискутирую с вами на эту тему так что вот ребята как то так конечно у вас может быть свое мнение на этот счет напишите его в комментариях если считаете нужным ну так же не забывайте подписываться на канал если еще не подписаны ставьте лайки дизлайки дизлайки лучше не ставить ну хотя если к если очень хочется можете поставить ну а с вами был я вели увидимся до новых встреч